Здравствуйте, друзья! На связи Денис Телегин. Сегодня в видео расскажу о том, какой бетоноконтакт лучше всего выбрать. Бетоноконтакт – это разновидность грунтовки. Есть три вида грунтовок. Первый – это грунтовки глубокого проникновения для слабых и рыхлых оснований. Второй вид грунтовки – пленкообразующий для оснований, который обильно впитывает в себя влагу. И третий вид грунтовок – это грунтовки адгезионные – бетоноконтакт, для оснований, которые ничего в себя не впитывают. Бетоноконтакт изначально создавался для того, чтобы грунтовать бетонные стены перед нанесением гипсовой штукатурки. В основе бетоноконтакта есть кварцевый песок, и после высыхания стена становится шероховатой. Вот как раз за эту неровность гипсовая штукатурка и схватывается. Отношения к бетоноконтакту у мастеров разные. Кто-то его вообще не признает и им не пользуется. А кто-то, наоборот, предпочитает его. Почему многие мастера не используют бетоноконтакт? К примеру, у бетонной стены изначально достаточно гладкое основание. Но если его прошлифовать специально алмазной чашкой, то можно снять верхний слой и обнажить поры бетона. Тогда адгезию гипсовой штукатурки будет намного лучше. Но шлифовка бетона – это достаточно долгое и дорогостоящее дело. Поэтому многие мастера предпочитают бетоноконтакт. Так быстрее, дешевле и проще. Мы обычно используем бетоноконтакт фирмы Старатель. В нем очень много песка и этот кварцевый песок крупнозернистый. Во многих бетоноконтактах используется очень мало кварцевого песка. И он, вдобавок ко всему, еще и мелкозернистый. Если нанести такую грунтовку на бетонную стену, то мы получим обратный эффект. Стена у нас станет гладкая. Все бетонные поры, которые были, мы забьем. Но при этом стена не будет шероховатой. Соответственно, гипсовой штукатурки не за что будет схватиться. И она просто легко от такой стены отвалится. Итак, друзья, что я хочу сказать в завершении. Если вы хотите, чтобы гипсовая штукатурка надежно держалась на бетонной стене, но при этом у вас нет времени, средств и возможности эту стену шлифовать, тогда используйте крупнозернистый бетоноконтакт. Ну а на этом у меня все. Смотрите другие мои ролики и подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие мои ролики и подписывайтесь на мой канал.